С добрым утром, страна! С добрым утром, друзья! С вами утренняя программа «Арайлы Танг» на телеканале ТДК-42. Пусть день у вас будет ясным, продуктивным и прекрасным. И мы начинаем. Дәл, қазыр сегізін өлін өлінді көрсетіптір, олай болатын болса, біз сіздерге дайындаған қазақты ақпарлар, жақсы материалдар дайын, ендеше динара біз бастаймыз. Бүгінгі тілімізге тегетер алғашқы тақырып, әдемі өлін жайында болмақ әр таңда адам ерекші бір әсермен өткізу үшін, оған осындай бір поэзия әлемі айдарыны сұнуды жөн сән ауатырмыз. Ендеше әрптестеріміз дайындаған келесі бенезікті бірге тамашылайық, сыршыл поэзияға бірге сайықатша сайық. Акунемся в мир поэзия и блаженства. Не отходите далеко от экранов, будет интересен. Вы можете посмотреть в нашей следующей рубрике «Помш юристы» или «Нотариусы». Біздің дабы осы айдарымыз арқылы, бізді тамашылаб, отыран көрірімен көрмеу шешілмей жүрген мәселердің жауабын тауға, өзінің үлесін текзеттесек артығайтық қамыз емес, біздің келесі бенезікті тамашылаб, өзіңіздің шарваларыңызда оңтайландыр валыңыз. Камбат Умаруна, расскажите, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего к вам обращаются горожане? Чаще всего мы встречаемся с наследственными делами. Люди приходят к нам, обращаются с просьбой оформить наследственное дело после смерти родственников. В отношении, например, умер у супруги муж. Она приходит, подаёт к нам заявку. Мы разъясняем ей все последствия, сроки введения наследства, какие документы необходимы, чтобы подтвердили родственные отношения. Если есть другие наследники, ну там первая очередь, вторая, третья, у нас шесть очередей наследников. Поэтому первая очередь наследник является родители, супруг и дети. Таким образом, мы выясняем вначале факт смерти, свидетельство о смерти они нам приносят. Потом сроки для введения в наследство у нас шесть месяцев для принятия наследства и для отказа. Мы разъясняем, что они должны обязательно в течение шести месяцев всё это сделать, так как после шести месяцев уже сроки для принятия наследства и отказа уже другие. Это надо в суд обращаться с постановлением об отказе. Мы будем выдавать постановление об отказе с пропуском срока. И уже будут решаться дела в суде. Также выясняются родственные отношения, кто они. Супруга, значит, свидетельство о браке представляет. Дети, значит, свидетельство о рождении, о браке, если фамилии меняли там дочери. Документы на имущество, на наследственное имущество, которое осталось после смерти наследодателя. Это на квартиру, например, как приобреталось имущество по приватизации, по наследству, по дарению, по купле-продаже. Вот такие документы они приносит. Также на автомашину, там технический паспорт, свидетельство о регистрации на автотранспорт. Дин, на разы, я тебе не знаю, как я знаю, что все это происходит, чтобы все это происходит. Конечно, золотая осень прекрасна тем, что погода в это время начинает стабилизироваться. Не очень жарко, и умеренные дожди дают для меня очень хорошее впечатление. Давайте же в нашем следующем сюжете посмотрим про мнение наших граждан, чем же прекрасна осень. Осень примечательна тем, что осенью отмечается День города, нашу любимую городу Уральск. Также у студентов начинается учеба, то, что все студенты, кто-то приезжает в первый курс, например, они приезжают, там друг друга знакомятся, с друг другом видятся. И осенью, как будто после летних каникул, город как будто начинает оживать потихоньку, несмотря на пандемию. Уральск. Что приготовили для вас на сегодняшний день звезды, вы можете узнать в нашей следующей рубрике. Например, я знаю, что в первой половине дня не стоит переутруждаться, а во второй половине дня надо заняться своими давними делами, которые вы откладывали на долгий ящик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если вы не научитесь смотреть на вещи с разных ракурсов. Телец. Сегодня тельцы должны распланировать свой день так, чтобы решение самых важных задач выпало на дневное время. Тельцам целый день придется заниматься самоконтролем, дабы не потерять контроль над происходящим. Не совершайте никаких поступков на расстоянии. Например, через интернет вы можете попасть на плохого продавца или товар окажется не таким, как его показали. Близнецы. Сегодня разрешено делать то, что хочется. Даже если близнецы почувствуют желание всплакнуть, все пойдет на пользу. Сегодня им могут встретиться старые знакомые, которые так и протянут руку помощи. Рак. Всего за один день раки смогут загрести гору дел, которые постоянно откладывали на потом. Ракам полезно хоть ненадолго уединиться, а может даже поспать. Ракам сегодня лучше оставить свои мысли при себе. Лев. Вы произведете в обществе такой сильный эффект, о котором не смогли бы и мечтать. Львам следует быть внимательными и аккуратными, потому что их могут подстригать опасности. Если львы планировали на сегодня одно, а кто-то или что-то помешало вашим планам, не стоит из-за этого нервничать. Возможно, так оно будет даже и лучше. Дева. Отличный день, чтобы приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами очень долгое время. Услышав сегодня в свою сторону лезть, подумайте трижды, прежде чем на нее повестись. Вас будут раздражать любые вопросы. А если и не хотите испортить себе день и другим, постарайтесь оставаться корректными и терпеливыми по отношению к людям, особенно к вашим детям. Весы. День на работе пролетит очень быстро, подарив вам самоудовлетворение. Можете особо никого не слушать сегодня. Живите так, как вы хотите. Сегодня настроение весов будет меняться со скоростью мыслей. Скорпион. Сегодня на устах у скорпионов будет слово «фортуна», которое сегодня явно им будет улыбаться. Звезды говорят, что у скорпионов должны быть ушки на макушке. Не задавайте людям много вопросов. Скорее всего, вы не будете на них брать ответы. Стрелец. Смех продлевает жизнь, а также поможет стрельцам пережить события сегодняшнего дня. Сегодня стрельцы могут послать все к черту, но уже завтра пожалеют об этом. Благоприятный день заняться самоанализом. Козерог. Сегодня козероги могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Возможно, сегодня козерог увидит того, кто в дальнейшем повлияет на его развитие в целом. Вероятные обстоятельства, которые могут разрушить текущие планы. Водолеи. Попробуйте себя в новом деле. Это может иметь успех. Если к водолеям обратятся за помощью, не стоит отказывать. Нежелание взять себя в руки расклеит вас еще на более длительное время. Рыбы. Сегодня рыбам лучше занять позицию наблюдателя. Рыбам стоит выговориться, так что подышите себе приятного слушателя. Рыбы. Сейчас тяжелые времена, но вспомните свою мечту и вытрите ваши слезы. Рыбы. 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 Высшего ранга и имеет огромный спрос среди населения города. Награждена множествами дипломами, сертификатами и грамотами различных степеней и совершенствуется за границей свой трудовой навык. Ее работа связана непосредственно с аппаратами УЗИ. 4 и 5D УЗИ аппараты являются безопасными и безвредными и выявляют на ранней стадии все заболевания организма в целом. Достан, здравствуйте! Мы рады вас видеть в нашу уютную студию. Надеюсь, у нас будет с вами очень продолжительная и отличная, замечательная беседа. Давайте же начнем с первого вопроса. Расскажите, пожалуйста, про общественный фонд Журек Жылуа. 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 Расскажите, пожалуйста, про общественный фонд Журек Жылу. 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 Можете также рассказать, в чем заключается суть вашей работы там и какова сейчас вероятность того, что вы ведь являетесь и работником общественного фонда, и как вы вот эту работу всю совмещаете? Расскажите, пожалуйста, про общественный фонд Журек Жылу. Продолжение следует... Расскажите, пожалуйста, про общественную фонд Журек Жылу. Расскажите, пожалуйста, про общественные фонд Журек Жылу. Это очень тяжелая студентка, особенно в сфере медицины, да, Ернур? Да, это очень тяжелая студентка. 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!